Приветствую вас дорогие любители зонтаки шахмат, с вами на связи мастер Фида Максима Мариев и мы начинаем с вами обзор матча Гарри Каспарова против компьютера Deep Blue который у нас проходил в 1996 году с 10 по 17 февраля сегодня мы посмотрим с вами первую партию этого легендарного противостояния по сути это первый серьезный матч машины против человека прежде чем партию начнем разбирать хотелось бы рассказать несколько фактов о матче во-первых матч состоял из шести партий и к нему было приковано огромнейшее внимание во всем мире следили за этим противостоянием и призовой фонд этого матча был 500 тысяч долларов победителю достается 80 процентов проигравшему 20 то есть победителю 400 тысяч долларов проигравшему 100 тысяч долларов и поэтому у той и другой стороны была реальная мотивация уничтожить соперника и вот в первой партии у нас Deep Blue играет белыми давайте посмотрим что у нас было Е4, С5 и С3 последовало вариант Алапина это был хороший ход от команды Deep Blue потому что Каспаров редко с ним играли вот этот вариант и он себя в нем чувствует менее уверенно тем не менее Каспаров разумеется знает дебют вот он играет один из основных вариантов слон G4 Е6 тут у белых получается изолированная пешка но зато кое-какое преимущество в развитии слону B4 последовало это довольно острое продолжение от Гарри Каспарова здесь обычно играет слон Е7 после чего получается медленная размеренная борьба черные давят на пункт D4 где-то пытаются поставить блокаду на пункте D5 ну и об атаке на короля речи не идет а у Каспарова была жажда крови в этот день и он захотел поиграть на атаку поэтому слон на B4 идет затем переходит при случае на C7 чтобы ставить мат но кстати до туда он так и не дошел конь B5 ферзи E7 конь E5 где блю играет очень здорово 2 0 ладец C1 ладец C8 слон G5 подвязали коня у Каспарова и он решил никак не реагировать играет слон B6 нападает на пешку поточнее было сыграть ладьяев D8 здесь вообще абсолютно равная позиция получалась примерно вот в таком варианте не будем мы конечно все тонкости разбирать но там было равенство слон B6 ход на острую борьбу никакого равенства не нужно Гарри Каспарову он хочет только победить слон F6 GF вот уже портится перчатая структура у Гарри дело в том что если ферзем бить то здесь вот такая вилка следует и это конечно неприятно поэтому GF надо играть конь C4 этот слоник неожиданно у нас выменивается ладья D8 дело в том что на D4 пешку бить нельзя здесь по простой причине так съедаем и ферзь G4 шаг с вилкой на короля и слона поэтому ладья D8 усиливает давление на пешку D4 Каспаров ладья D1 защищает F5 уже освобождает дорогу для своего ферзя ферзь E3 ферзь F6 пока что сюда давит на пешку D4 Каспаров всеми силами и здесь деблю всех шокировал серией из двух ходов сначала играет D5 вот так жертвует пешку ладья бьет D5 правильный ответ от Гарри Каспарова и здесь не берет на B6 а играет B3 очень нестандартный порядок ходов исполнения деблю пешку на B6 было бить хуже потому что здесь примерно такой вариант получался ферзь C2 и выясняется что ладью надо убирать на F1 потому что если пешку бить то здесь просто можно проиграть белыми даем шаг ферзь F4 на король G1 ладья E1 сразу матует ну а после G3 вот такой мат так что здесь приходится вот так пассив уходить ну и после ладья B8 тут у черных вообще не хуже несмотря на то что у них плохая перчатая структура на королевском фланге но фигуры активные и поэтому здесь вообще ни капельки не хуже у Каспарова а вот ход B3 очень тонкий пешка теперь не висит и замечу что B3 а не B4 потому что после B4 где-то в вариантах конь на C4 попадал и этот деблю не понравилось поэтому он вот так профилактически играет B3 чтобы пункт C4 контролировать король H8 в этот момент уже все стало ясно Каспаров решается на отчаянную атаку то есть он идет ва-банк в принципе позиция здесь примерно равная по-прежнему у черных даже временно лишняя пешка король H8 на самом деле это сильное продолжение потому что атаку которую сейчас развивает Каспаров действительно она очень неприятная деблю не ожидал такого напора от чемпиона ферзь B6 ладья G8 не обращает внимания на пешку B7 даже дело в том что если ее сейчас забирать то просто ферзь G5 следует вот с такой вилкой на ладью и на мат поэтому пешку забирать нельзя ферзь C5 играет деблю и D4 последовало вот это уже не точное продолжение надо было играть F4 сразу пытаться поставить мат не обращать внимания на пешку дело в том что если пешку забирать то здесь уже F3 следует и ферзь B2 очень неприятный ход а в чем тут неприятность я думаю что вы мне сейчас ответите после хода ладья D1 я вас даже не буду просить ставить видео на паузу потому что пока я это говорю вы уже наверняка нашли решение это ладья бьет G3 и нельзя бить потому что ферзь G2 мат так что здесь игра обострялась просто максимально пешку на D5 бить нельзя стало быть а если играть скажем король H2 то F3 уже и затем ладья D8 то есть ладья у нас здесь выполнила свою функцию ослабила королевский фланг белых теперь играем ладья D8 не пускаем коня на D6 заодно защищаем пешку и где-то готовим вот такой марш здесь у черных вообще не хуже получалась крайне интересная позиция а вот после хода D4 Каспаров сжигает мосты по сути потому что сейчас он бросится в такую атаку которая D2 даже не снилась конь D6 играет D2 пользуется тем что Каспаров ему позволил туда пойти и съедает пешку на B7 Каспаров идет ва-банк ферзь D5 пешку бить разумеется нельзя за конь F3 F3 G3 конь D3 следует Каспаров нападает на ладью при случае хочет съесть на F2 ладья C7 а D2 ничего не боится нападает на пешку F7 уже ладья E8 конь D6 играет D2 не обращает внимания на то что Каспаров может сыграть ладья E1 шах и после король H2 комби от F2 грозит мат в один ход все компьютерщики и фанаты IBM в этот момент сошли с ума просто они начали понимать что деблю-то проигрывает вот один ход до мата остался но деблю продолжает сопротивление комби от F7 над черным королем также нависает угроза может не все так просто король D7 играет Каспаров но если бить ферзем коня то тут вот такой вариант F3 D8 и выясняется что с шахом забирает пешку на F3 деблю поэтому этот вариант не годился король G7 играет Каспаров конь G5 шах король H6 ладья бьет H7 и здесь партия закончилась почему партия закончилась а все дело в том друзья то что Гарри Каспаров сдался в этой позиции ему не хватило всего одного хода до мата но мат он получает первым король G6 ферзь G8 шах и конь бьет F3 теперь уже пункт G2 у короля появляется потому что пешка сюда не бьет мата нет а король черных находится в гораздо более печальном положении чем король белых помимо ладья F7 тут ладья H5 грозит и поэтому Гарри Каспаров признал свое поражение вот так закончилась эта ошеломительная битва первой же партии Каспаров решил пойти ва-банк но недооценил своего соперника и вот так был жестоко наказан компьютер не прощает ошибок в отличие от человека итак в первой партии у нас пролилось не машинное масло а человеческая кровь Гарри Каспаров очень расстроился но матч только начался друзья и в оставшихся партиях у нас была бескомпромиссная битва потому что Гарри просто взбесился и играл изо всех сил а я вас благодарю за внимание ставьте лайк если вам понравилось это видео если понравилось как Каспаров бился несмотря ни на что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить оставшиеся партии этого матча также я затем разберу следующий матч 97 года ну а кроме этого рекомендую вам скачать книгу 21 критическая ошибка новичка в шахматах с помощью этой книги вы сможете значительно ускорить свой шахматный рост так как в нее вошли советы всех чемпионов мира в том числе и Гарри Каспарова и так друзья еще раз спасибо вам за внимание и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч